снова приветствую вас на нашем youtube канале not pastrigoon также приветствую вас в нашей группе вконтакте not pastrigoon сегодня микро видео две одинаковых общем-то машинки mozer 1250 вот одна называется класс 50 другая называется max 50 кто не в курсе это абсолютно одинаковые машинки у макса просто в комплект добавляют две насадки 10 и 16 миллиметров в остальном машинке абсолютно одинаковы но вот эта вот машинка 19 года эта машинка 21 года выпуска и внешне ничего не поменялось но если посмотреть на блок питания вот блок питания старый 19 года давайте попробуем его сфокусировать итак самое главное что нас здесь интересует это выходная мощность 24 ватта и теперь берем новую 21 года 14 4 ватта то есть мощность упала почти вдвое мощность упала почти вдвое поменялась ли начинка или просто этот блок был запасом часто такое бывает просто более мощный блок оказался более дешевым поэтому покупали его у этого блока кстати говоря указан производитель gold mark китай у этого блока вообще ничего не указано по производству написано просто made in china все то есть китайский тоже в общем то 99 процентов всех блоков питания изготавливаться в и потому что там тупо дешевле все это делать что поменялось внутри и так одна машинка внутри другая машинка внутри как видите компоновка не поменялось внешне все то же самое моторы выглядят аналогично давайте попробуем моторы выдернуть из корпуса и посмотреть что на них написано давайте начнем с более свежей и так давайте опять не фокусе сфокусируемся немножко итак название бренда бюллер и здесь более подробная информация бюллер мотор тип мотора вот логотипчик компании до 1260 1270 все и дата производства январь 22 года ну получается здесь блок питания был выполнен в двадцать первом году мотор 22 машинка видимо собрана в двадцать втором году давайте посмотрим здесь опять же мотор брендирован бюллер так здесь не докрутил надо выдергиваем его из корпуса переворачиваем смотрим что что написано 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 там бюллер мотор 1260 1270 но только 19 год дата производства моторы получается те же самые давайте попробуем глянуть что у нас тут на плате за маркировка давайте поближе попробую поднести здесь такая маркировочка здесь маркировка отличается то есть вот этой вот надписи которая верхнем левом углу здесь вообще нет вместо нее здесь у нас qr-код оставленном я вот смотрю на компоновку как минимум схема осталась та же остались ли те же самые элементы на схеме мне так сходу сказать сложно но я сомневаюсь что что-то тут прям принципиально поменялось я думаю здесь все тоже самое так на обороте у новый вот здесь есть у нас маркировка она отличается старый латки маркировки да но компоновка на плате вся та же самая так что мое мнение переживать из-за того что блок питания стал меньшей мощности абсолютно не стоит мотор остался тот же самый скорее всего просто с оптимизировали поставщиков оборудования то есть раньше поставляла блоки питания одна контора сейчас поставляет другая стало выгоднее покупать блоки питания меньшей мощности там экономия какая-то 50 рублей с одной машинки но надо понимать что крупный производитель удавится и за 50 рублей потому что та цена за которую вы покупаете в розницу машинку это совсем не та цена по которой они отгружают в опт и оптовая цена для крупных дистрибьюторов может быть в 3 в 4 в 5 раз ниже тема ценник в розничных магазинах и соответственно там эти 50 рублей производитель вполне себе ощущает эту экономию особенно на крупных объемах когда выпускается десятками тысяч машинки мотор остался тот же мощность блока питания уменьшили но я думаю не в ущерб требованиям мотора скорее всего за годы эксплуатации поняли что так много ватт этому мотору не нужно ну и с оптимизировали свои издержки поэтому не пугайтесь что мощность которую мы пишем на сайте теперь будет не 24 ватта а 14 4 ватта для мозор макс 50 и класс 50 свежих годов выпуска у нас других и не бывает лежалого товара у нас нет из-за наших цен которые вы можете посмотреть у нас на сайте магазина енотпостригон точка ру там же есть наши контакты телефон по которому вы можете звонить писать нам на ватсап или телеграм с вопросами которые остались для вас неясны по этому видео на этом все пока пока если вам было полезно ставьте палец вверх засим прощаюсь с вами до следующего видео до свидания